В современном мире важность хорошего образования трудно переоценить. В школах необходимо не только уделять внимание стандартным предметам, но и развивать детей. Средняя школа гимназии имени Никан Джундубаева и Качкорского района Анарынской области вошла в 30 инновационных школ страны и учиться детям теперь одно удовольствие. Так ученик 9 класса Бексултан Кубаныч Улу посещает кружок юного техника и своими руками создает интересные вещи. Мальчик любит физику, математику и черчение, а в будущем хочет стать хорошим архитектором. И для этого у него есть все возможности. Я хожу на кружок юного техника уже полгода. Мы проводим опыты, делаем много разных вещей, разные приборы, краны, есть корабли, самолеты и наш фонтан. Мы с друзьями смогли сделать его за 4 дня, чтобы украсить сад. Он работает от источника тока мощностью в 15 вольт. К нам также пришли новые приборы. Спасибо за них большое. Работать с ними очень интересно. Эта школа является одной из трех инновационных в Нарынской области. Школы оснащены современными компьютерами, многофункциональными устройствами, серверным оборудованием, интерактивными досками и системой видеоконференцсвязи. В задачи таких общеобразовательных учреждений входит апробация электронного обучения, пилотирование внедрения мультимедийных и электронных технологий, дистанционное повышение квалификации педагогических работников. Впереди очень много проектов. Проект по апробации учебников, будет проект по апробации повышения квалификации учителей именно по их квалификационным требованиям. Сегодня пишутся новые стандарты для учителей. Этого в Кыргызстане не было. Кроме этого, эти школы будут сотрудничать с Казахстаном. Мы уже подписали договор о сотрудничестве. Будем перенимать опыт работы педагогов СНГ. Конечно, эта площадка будет расти, но для каждого района нужна опорная школа. Учителя меняются, учителя что-то забывают. Им тоже надо учиться постоянно, быть в русле. Поэтому для министерства это опорная школа, для районных учителей это опорная школа. И мы всю базу будем централизовывать в этих наших инновационных школах. В подобных школах активно используются мультимедийные комплексы, как для помощи в работе учителей, так и самими школьниками. При поддержке проекта Всемирного банка развития для начальных классов были разработаны комплексы Айбелим и Белимбулагы для средней и старшей школы. Эти программы работают на кыргызском и русском языках и включают в себя материалы по предметам, соответствующие возрасту ребенку. Данные комплексы предоставляют возможность учителю творчески подойти к объяснению уроков, сделать их занимательными и эффективными. Ученики же смогут совершенствовать навыки. Например, школьники могут прослушать классические произведения на уроке музыки, пройти онлайн-уроки по английскому языку или посмотреть видеоролики по истории. У нас есть специальный кабинет, в котором могут находиться только учителя. Мы можем здесь готовиться к занятиям и с пользой проводить свободное время. В школе и в нашем кабинете есть интернет, это очень удобно. В любой момент мы можем прийти, писать планы и отчеты, а с помощью интернета искать интересные материалы для занятий. Реализовывать проект по инновационным школам помогает Азиатский банк развития и другие международные организации. На сегодняшний день в республике 73 тысячи учителей работают в системе образования. Пройти повышение квалификации и получается не у всех. И на данных инновационных площадках учителя района могли повышать квалификацию посредством самообучения и сети интернет. Также педагоги в регионах будут проходить обучение по компьютерной грамотности. В 2018-2019 учебном году, с начала сентября, классы полностью были оборудованы новой техникой. И после этого сразу стало заметно, что ученикам интересно. Они с удовольствием ходят на занятия. Лучше работать стало и самим преподавателем. Они стали работать гораздо быстрее. Наши учителя с помощью интернета готовятся к занятиям и сами тоже учатся. Изначально проект подразумевал создание 100 инновационных школ в республике. Но на данный момент их функционирует всего 30. В ближайшем будущем Министерство образования совместно с Азиатским банком развития намерено открыть еще 70 инновационных школ в рамках реализации проекта.